В Чувашском книжном издательстве вышла книга «Грани миров. Возвращение Чеменя». Автор Сергей Щербаков, имея в активе несколько научно-популярных изданий, впервые решился поработать в стиле исторического фэнтези. Старинный сундук, набитый вещами и вышивкой, изливал вокруг себя мерцающее свечение. Жрица-богиня Кибе, незлобный мягко ворча, копалась в нем, перебирая различные одежды, наполненные старинной магической энергией. Книга Сергея Щербакова «Грани миров. Возвращение Чеменя» – плод коллективного труда, где собрано огромное количество материала, как исторического, так и выдуманного автором. Книга получилась многонациональной. Здесь есть американские персонажи, российские и чувашские. У каждой культуры, у каждого народа свой потусторонний мир. И те потусторонние миры, они являются плодом их, эта культура. И они зависят от людей живущих. Умирает культура, умирает этот народ, то умирает и тот потусторонний мир. И поэтому различные потусторонние миры, они борются за влияние, за ныне живущих. Кроме борьбы за власть, в книге есть любовь, страсти, интриги, предательство. Эта книга приключений привлечет читателей всех возрастов, считают авторы. Я прочитала всю книгу за один вечер, буквально это ушло часов в пять. Но те ощущения, которые она передает, те мысли, которые начинают петиться в голове, потому что она заставляет задуматься, это во-первых. Во-вторых, она открывает для себя новые грани. Анастасия Афанасьева принимала участие в написании первой части мистического произведения. Продолжение следует, заверила она. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика.